Что еще некоторые педагоги, не я, я колеблющийся в этой позиции, считают, что невозможно исправить. Это чувство ритма. Не музыкальный слух, не путайте, а чувство ритма. Музыкальный слух, его можно воспитать, его можно каким-то образом развить, и его развивают, и люди начинают петь, люди начинают подпевать. Ведь драматическому актеру не обязательно петь. Посмотрите на Светлого Сергея Светлакова. Ведь он 4 года назад вообще не мог попасть ни в одну ноту. Недавно я смотрел его клип с Мурзилками Интернешнл, где он уже попадает в ноты, и где он что-то пытается даже пропеть, протянуть. Человек, который вообще никогда медведеву, там не то, что медведь, там два уральских медведя ему вступили на оба уха. Это развивается. А вот чувство ритма большинство педагогов считает, что невозможно развить. Что имеется в виду под чувством ритма? Под чувством ритма имеется в виду, как человек внутренний чувствует партнерское биение, словесный, не может говорить быстро-медленно, не чувствует, где нужны перепады в движении, двигается в одном ритме, вплоть до того, что может сшибать мебель на сцене. И вроде все у него есть, вот все у него есть. И внешние данные, и пластика, и голос, и диапазон, и дикционно, и дикционно, он великолепно. Все. А вот чувства ритма нет. И в словах он бухает, 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 логические ударения неправильно ставит, не может закинуть партнеру крючочек, тот поймает петельку, соответственно, как это вот говорится, не может ухом, даже не ухом, а сердцем почувствовать правильный ритм предложений, правильный ритм диалогов, правильный ритм мизансцены, правильный ритм перемены географии сценической. Это опасно. Это не только отвлекает зрителя, не только полностью разрушает образ, это просто опасно. Такой человек может вас шпагой проткнуть на сцене, такой человек может нанести травму, потому что он не чувствует партнера, он живет в другом ритме, в одинаковом, он монотонен. К сожалению, я считаю и большинство педагогов, что это неисправимо. Со мной многие спорят. Но я стою перед своем мнением или, по крайней мере, в рядах колеблющихся. Просто сколько мы не пробовали таких людей выпускать в театральный мир, ничего хорошего из этого не получалось. Ничего. Что же еще может быть из неисправимых? Полное отсутствие эмоциональности. Но все равно вот здесь, я считаю, это тело на живой плане. Есть педагоги, которые и мастера, которые считают, что если человек не эмоционален, не заразителен и он не смог себя проявить до второго курса в этом плане, он уже никогда не проявит себя в этом. Я знаю актеров, хороших актеров, которые проявили себя в этом плане и великолепно держат зал, и великолепно обладают могущественной энергетикой. И она открылась у них через несколько лет после окончания института. И зал не то, что затихает во время их монолога, не шуршит фантиками и не боится кашлять, а у зала мурашки по всему телу бегают энергетики, которые перекидывает через рампу этот актер, которого на втором курсе хотели отчислить якобы за неэмоциональность и не за родительность. Но многие мастера считают, что если они не увидели при поступлении вот этих вот, и не почувствовали на себе вот этих вот бурашек, то человек эмоционально это не воспитывает. Поэтому я всегда требую от своих учеников и от абитуриентов, которые готовлю, чтобы человек был очень эмоционален, очень заразительным, и мы ищем такие произведения, которые именно его эмоционально смогут засыпать. все остальное, кроме внешних данных сценического баяния, чувства ритма и вот этой вот эмоциональности, воспитуемо, по словам мастеров, и голос, и убирание акцентов и говора, и всевозможная пластика, и всевозможные дефекты речи голоса, вокала, слуха и т.д. и т.п. это все убирается, все это воспитуемо, все это может быть, если вы трудолюбивы, если вы будете работать по 100 часов в сутки, так говоря в мастерах. Соответственно, вот за эти все пункты и ставятся оценки, туда входят и внешние данные, и чувство ритма, и эмоциональность, и голос, и речь, дивция, выставляют в связи оценочки, знают, что что-то воспитуемо, что-то невоспитуемо, и уже оставаясь на этом, людей пропускают дальше, а там уже на компасе сравнивают, выбирают и т.д. и т.п. Но если первая графа стоит ноль, то человек дальше не проходит, потому что это, глядя, самое главное. Субтитры делал DimaTorzok